И все машины стояли. Чего он летел? И меня спил прямо на перепуте. До тротуара Нине Сергеевне не хватило всего двух шагов. Под колеса машины пенсионерка попала, когда возвращалась домой из магазина. В больнице с 3 января. Травмы серьезные. На полное выздоровление может уйти и целый год. Все-таки уже 68 лет. В травматологическом отделении областной больницы уже неделю и бригадир Витебского зеленхоза. В центре города она с бригадой в оранжевых жилетах переходила дорогу. Дело было рано утром. Я шла уверенно. Мы посмотрели, что машин не было. Я шла уверенно. Все, удар. Я уже лежу на асфальте. И около меня много людей. За первые 12 дней Нового года в Витебской области 12 происшествий с пешеходами. 7 наездов закончились трагедией. Такого количества аварий с летальным исходом в регионе не припомнят. В кругу автомобилистов сегодня это тема номер один. Потому каждый урок в автошколах начинают со старых прописных истин. Видим пешеходов. Пропускаем их полностью, чтобы они прошли. И только потом, убедившись, что они закончили маневр, приступаем к движению. Вот это нужно запомнить. Сегодня культура вождения хромает. Резюмируют профессионалы. Многие автомобилисты забыли, что при разрешенных в городе 60 км в час тормозной путь легкового автомобиля почти два десятка метров. Пешеход хоть и полноправный участник дорожного движения, но спрос в первую очередь с водителей. В их руках машина. Хоть малолитражка, хоть джип. Но это источник повышенной опасности. Некоторые водители выражают явное неуважение к обществу и к установленному в обществе порядку. Оно проявляется тем, что управляя автомобилем, игнорируют правила маневрирования, правила проезда пешеходных переходов, невнимательны. Остановить стремительные потоки машин в городе пытаются разными способами. Тут и лежачие полицейские, и новые светофоры на оживленных улицах. В Витебске за два года их установили 11. Но и трафик растет. Только в Витебской области плюс 5000 автомобилей в год. Пора и пешеходам быть внимательнее. Инспекторы не только словом, но и рублем пытаются донести банальные, но важные правила. Штраф хоть и крайняя мера, но жизнь дороже. А что стало причиной данного перехода? Торопилась. Все происшествия с пострадавшими объединяет одно. Совершены в темное время суток. На двух десятках пешеходных переходах в Витебске сегодня утром и вечером дежурят сотрудники госавтоинспекции. Четыре или пять домов, пятиэтажек, глинных, и возле школы ни одного фонаря. Переходим периодически. Вот буквально вот там. Не видно вообще ничего. Я сама водитель просто. И вот на Черняковке плохая дорожная обстановка. Плохо ездить с утра и вечером. Страшно ходить. Особенно в вечернее время. Поэтому несутся. Как будто боятся куда-то опоздать. Не знаю. Страшно. Плохое освещение, высокие скорости, невнимательность на дороге и отсутствие взаимопонимания. Причин у высокого дорожного травматизма много. Но цена уж слишком высока. Накануне вечером пенсионерка решила перебежать дорогу в неположенном месте. Один водитель ее пропустил. А второй не успел остановиться. Олег Шапель, Олег Горюнов. Наши новости.